Азбука Вкуса Доброго дня, дорогие друзья! В эфире кулинарная программа «Азбука Вкусы» и ведущий Дмитрий Спиваков. Сегодня у нас в гостях, хотя, в принципе, уже человек находится у нас на постоянной основе, Виктор Митин, один из лучших поваров страны. Доброго дня! Ну, а также наша сегодняшняя гостья – это певица «Золотой голос Краснодара» Дана Маркетан. Добрый день! Доброе утро! Да, уже, наверное, все-таки день. Хотя, я так понимаю, что певицы у нас достаточно поздно встают, правильно, посыпаются. Итак, я предлагаю начать говорить о кулинарной составляющей. Виктор, что мы сегодня будем готовить? Сегодня будем готовить жаркое из телятины, с фасолью, капустой, картофельными чипсами, зелёным луком. В общем-то, очень было приятно узнать небольшую печальную, но поучительную историю, произошедшую с нашим ведущим, когда он выбирал эту телятину. Его спросили, не является он, случайно ли, родственником ведущего программы «Азбука вкуса». На что он попытался сказать, что он и есть. Что он брал близнец. Ему, правда, не поверили. Сказали, похож, но не очень. Да, но не совсем. Да. И лёгкий десерт из персиков. Ну что ж, да. Веченьем савоярди и мороженым. И мороженым. Хорошо. Кстати, вот мясо. Мы сегодня взяли шейку, какую-то другую часть говяжьей тушки можно использовать? Ну, можно взять антрепорт, можно взять вырезку. То есть... То есть, в принципе, любую нежную часть. Да. Совершенству нет предела. Вот так скажем. Окей. Хорошо, Виктор, тогда раздавайте полномочия, кто чем будет заниматься, кто что будет готовить. То, что будет готовить. Дима, у вас, я думаю, хорошо получится чистка картофель от картошки. Вы как-то здесь... Она уже почищенная, Виктор. Но, тем не менее, вы сделаете из неё тонкие чипсы, вы этим занимаетесь с детства. Так что у вас будет это просто профессионально очень. Откуда вы знаете, что картофельное и пюре, и жареное картошечка – мои любимые блюда? Ну, вы постоянно об этом рассказываете на всех углах. Так что, в общем, это грех, это мы знаем просто. Я. Что делать? Да, нам. А мы займёмся серьёзным, более серьёзным делом, потому что, в общем-то, доверить это я им не могу. Мы замаринуем мясо. А. Вот так вот. А ещё говорят, кстати, Виктор, сами вы говорили как-то, что мясо не терпит женских рук. Ну, тем не менее, в данной ситуации прелестные... Такие прелестные женские руки и обладательницы этого мяса не испортят. А только удачу. Да, я меняюсь с вами местами, да, для того, чтобы я себе спокойненько тут нарезал картошечку. Вы говорите именно тоненькие чипсы, да? Да. Да. Мне нужен ножик. Опа. Нужен ножик, да? Хорошо. Отсекаем всё лишнее, как шкульптор, как Микеланджело. В принципе, раздали вы, Виктор, всем указания. Чем заниматься будете вы после того, как замаринуете мясо? А я буду контролировать процесс. Как вы нарезаете чипсы, это тоже очень важно. Да, всё хорошо получается, нормально, да? Тоненько. Ну, вам нужно ещё поучиться, но ещё через лет пять научитесь. Я вижу, у вас взаимная любовь здесь. Да, да, не без этого. Итак, Дана, давай поговорим всё-таки о тебе. Давайте. Расскажи, пожалуйста, с какого момента ты вообще понимал, что хочешь петь? Давай начнём с самого детства, пожалуй. С самого детства? Ну, это не я поняла на самом деле, а меня заставили. Кто, родители? Нет, не родители, нет родителей, нет. Ну, значит, подсознательно в семье у меня всё время играла музыка. Мой папа меломан. Не хочется сказать бешеный меломан, но у него очень большая коллекция дисков виниловых. Потом сейчас это не знаю сколько тысяч, но мы так подсчитали, ему ещё нужно ещё лет сто прожить, кроме своих ста лет, чтобы послушать всю музыку. Хотя бы переслушать, да. Да, которая у него есть. Вот. И я всё время росла, слушая музыку дома. Вот. Ну, а так в пятом классе я попала к классному руководителю у нас по музыке, был в ДЦ или там в Унгенах, и она сказала так, что эта девочка должна петь. И она меня заставляла петь при всех классах старших. То есть, вот, ну, у людей идёт урок музыки, а Дану вытягивают с разных предметов, которые я должна была учить хорошо. И, значит, меня звали в эти классы старшие, и Дана пой. То есть, в принципе, у тебя, судя по всему, было хорошо с музыкой, но плохо со всеми остальными? Нет, у меня со всеми было всё хорошо. У меня всё время был Блад с учителями. То есть, они все знали, что я человек, которому дано петь, и я должна петь. И, то есть, они меня всё время поблажки всякие устраивали. Но, тем не менее, я не была из тех людей, которые вообще ничего не учили. Я учила, и так, чтобы я понимала то, что я учу. Вот. Собственно, так ты и начала петь. После этого какие-то профессиональные училища? Музыкальная школа с первого по седьмой класс, потом ещё раз музыкальная школа уже, когда я была взрослая. В Полякове, кстати, у нас с тобой одна и та же музыкальная школа, я так поняла. Преподаватели разные. Преподаватели разные. Многих преподавателей по вокалу я в своей жизни повидала. Да, и, значит, всё время я... Кстати, я тебя перебью. Ты чувствуешь, как мы сейчас рекламу в музыкальной школе делаем, да? Да. То есть, сейчас должен быть ещё один Блад, правда? Да, я всё правильно делаю? Да. Да? Да. И что? Что дальше? Я всё время уже в музыке, в этом направлении работаю. Но, тем не менее, я не пошла высшее образование музыкальное получать. То, о чём я, наверное, где-то в глубине души сейчас жалею. Но, тем не менее, я всё равно работаю над этим и... Ну, в принципе-то никогда не поздно. Да. То есть, даже если там лет в 30-35 захочется получить высшее музыкальное образование, почему нет? Просто ради образования самого, не знаю, если сейчас есть смысл, просто нужно работать над собой, над ростом, и будут результаты, это всё равно. Так, Виктор, какое количество картофельных чипсов нам необходимо? Ну, ещё вот эту картошку дочистить нормально. И хватит, да? Да. Что мы делаем далее? Сейчас замаринуем мясо. Мы его немножко польём оливковым маслом. Ну, собственно, посыпем специями. Да. Что дальше? Соль, перец, и забросим его на скрылую. В принципе, и начнём обжаривать. Да. Обжариваем на большом, а не на маленьком. Ну, я люблю всегда мясо дать быструю обжарку, большой огонь, чтобы появилась корочка, а оно внутри сочное будет. Хорошо. Хорошо. Значит, пока вы занимаетесь мясом, я продолжу общаться с Даной. Следующий вопрос вообще, который хотелось задать. Мы, в принципе, изначально тебя обозначили как золотой голос Краснодара. Расскажи, пожалуйста, как это вообще произошло, потому что, ну, сейчас, я думаю, у всех появился вопрос в голове, вроде нашей соотечественности. Почему Краснодар? Да. А мне сегодня, кстати, случайно встретила знакомого, который мне говорит, ой, ты была на конкурсе в Краснодаре. Ну, побывал там, но он просто не знал, что я там прожила полтора года, в самом Краснодаре. То есть, ну, вообще, я туда поехала по приглашению на работу. На винзаводе я проработала в городе Детям Реке. На винзаводе? Да, экскурсоводом я была. То есть, приезжали люди. То есть, ну, вот это, да, мои господа, посмотрите налево. Да, налево у нас здесь. Да, 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 право сам завод рассказывала, все, людям очень нравилось, вот это, думаю, позитивно. Ну, сейчас вы пробуждались песнями? Ну, нет, 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 к сожалению. Я не хвастаюсь, просто. Ага, то есть, такие песни были? Нет, нет, я там была экскурсоводом. Ну, конечно, я только единственное говорю, у меня там есть клипы на ютубе, можете посмотреть, и они начинали фотографироваться. Потом я попала в Краснодар, то есть, я переехала туда, потому что это город, который мне подходит по моему стилю жизни. И там, конечно, я начала петь, петь. А, тебе даже салфеточку сейчас? Да. Спасибо. Значит, я начала петь в Краснодаре на разных площадках. Меня там начали узнавать. Ну, конечно же, то, что я сделала в Молдове, мне там очень помогло. То есть, вот эти клипы, то есть, это, ну, такая база данных, да, моя, как певица. И начала, как стрелять. Там меня узнали уже департамент культуры краснодарский. И они меня позвали, прямо позвали. Не просто так, что я узнала о конкурсе. И мне сказали, да, ну, приходи поучаствовать в конкурсе. Надо, чтобы ты спела. Да. И, значит, я выиграла этот конкурс. Я очень счастлива от этого. Что получила в качестве награды? Ну, там был кубок, диплом. Автомобиль. И там поездка в Питер. Участие на конкурсе «Балтийское созвездие» в Питере. Вот. Мне очень стыдно, что я, ну, не поехала туда. Потому что я была на Евровидении здесь. И не поехала я на этот конкурс. Свои у меня соображения. То есть я должна была представлять Краснодар в Питере. А так в итоге все равно приехала сюда целью представлять нашу страну. Да, а так я все-таки решила дать предпочтение своей стране. Все-таки Евровидение – это конкурс круче, чем «Балтийское созвездие». Нужно признать. Вот. И поэтому я туда не попала. Попала сюда. И, ну, я очень рада. Я приехала с краснодарскими девчонками. Мы здесь оттанцевали, отпели. Все мне, ну, очень понравилось. И им тоже они мне сказали. Да, я не поняла. Мы не понимаем, почему ты в Краснодаре. Говорю, здесь у вас в Кишиневе так хорошо. И я согласна с этим. Вот. И в итоге так и осталось здесь обратно, в Кишиневе. Нет, я, значит, у меня сейчас где-то месяц назад выбор был. Ехать в Москву. Либо туда обратно. В Москву. Вот. Или в Кишиневе. Я решила, что мне больше по душе все-таки у себя дома находиться. Не то, что я не занимаюсь политикой сейчас там в Европу. Мне просто не хочется больше в жизни увидеть и развивать. Кроме, вот, ну, там сидишь, да, и в России сидишь, сидишь и там крутишься, да. А хочется чего-то больше. Понятно. Ну, в принципе, мы рады, что можем лицезреть тебя у себя дома. Так, кстати, давайте вернемся к готовочке. Виктор, сколько минуток нам еще необходимо обжаривать мясо? Еще минуты 3-4. А сейчас режем мелко зеленый лук. Ну, как мелко. Давайте я нарежу. Что делаем после этого? Порез громко. Да, вон, супер. Что делаем после того, как забрасываем лук? Чеснок, может, вычислить? Нет, чеснок мы будем бросать нечищенные зубчики, только чтобы он аромат был. Ну, так, чуть-чуть отдавим, скажем так, ножом. Чуть-чуть отдавим. Потом забрасываем фасоль и потом забрасываем капусту, картофельные чипсы и все это тушим. А потом заливаем молоком, сливками, чем Бог пошлет. Ну, что ж, я думаю, что лучок можно забрасывать. Этого дома хватит. Ну, что ж, дорогие друзья, пока у вас все это тушится, я думаю, мы смотрим с вами короткую рекламу. После чего вернемся в эту студию и продолжим готовить это замечательное видео. Дорогие друзья, в эфире вторая часть программы «Азбука вкуса». У нас в гостях по-прежнему Дана Маркетан, Виктор Митин. Продолжаем готовить овощное, как называется это блюдо, Виктор, правильно? Жаркое. Жаркое. Жаркое с фасолью. Итак, что мы продолжаем делать далее с нашим жарким? Наше жаркое. Дану нарезают фасоль. Я тогда займусь капустой. Да, вы молодой человек, нарезайте капусту. Отдайте мне дощечку, пожалуйста. Дана, прошу прощения. Фасоль нарезаем крупно, мелко. Средненько. Вот так, да. Средненько. Так, и что мы с этим будем делать далее? Мы просто потушим, я так понимаю, да? Да, и уже после этого займем молоком и сливкой. Фасолью, запрошенную капусту. Так, я думаю, четвертушечку капусты, да? Я думаю, что нам примерно этого хватит. Так, не хочется продавить дощечку, когда будем нарезать капусту. Атлетичный вы наш. Да, там сила нужна. Так, Дана. Да? Я знаю, что ты какое-то время работала телеведущей. Да. Понравилось? Конечно. Вот что тебя в этой профессии привлекает, в отличие от профессии певицы? Ну, то, что ты в телевизоре, то, что тебя показывают в коробочке. Вот это понятно, но, то, образно говоря. В принципе, мне нравилась эта работа, что там работает мозг. Когда ты поешь, то там работают больше чувства, больше какие-то наработки. И, ну, а здесь общение с людьми очень меня притягивает в работе журналиста. Да, я же журналист по профессии. Вот. Времени очень много занимает журналистика. Да, потому что, в принципе, работа на телевидении. Ты знаешь об этом. Это в любое время суток. Да. Неважно, выходные, не выходные. Я работала со звездами, то есть у меня программа документальная была. И мне было интересно, я то есть сделала такие, как мини-фильмы документальные. Оно мне очень близко, и, ну, мне нравилось, в принципе, работать там. Если бы тебе сейчас предложили вернуться на телевидение, согласилась бы? У меня уже есть предложение. Ага. Даже мысли какие-то. Хватит. Все, все. Я же не слышала. Увлеклась нарезанием. Что? Есть мысли. Сейчас уже можешь открыть, приоткрыть завесу тайны? Или пока все это держится в секрете? Нет, но это пока в планах. Поэтому не буду смешать Бога рассказывать о своих планах. Есть мысли, просто это очень тоже важно. И конкретные разговоры, то есть о проекте. Единственное, что я хочу, чтобы оно не очень много времени моего занимало, потому что все-таки я для себя решила, что для меня на первом месте это музыка. Моя любовь с детства. И поэтому это очень важно, чему ты отдаешь предпочтение. Конечно, находиться в экране, это очень хорошо. Но находиться в экране и в этой зоне песни, это еще лучше. Да, 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 да. Два в одном, это идеально. Идеально. Так, Виктор, у нас уже готова капусточка. Отправляем тушиться. Сколько по времени, примерно, надо будет тушиться? Ну, минут 10. Минут 10. Чипсики сразу. Да, и, собственно, после этого мы уже туда отправим молоко и сливки. Правильно? Да. Так, хорошо. Я тогда почищу чесночок. Ну, так, от внешней шелухи. Я тоже хочу. Можно было его потом отдавить. Дмитрий, я тоже хочу. Пожалуйста, пожалуйста, половинку. Необходимо снять только внешнюю шелуху. То есть, сами зубчики оставить, как они есть. Так, хорошо. Пока у нас тушится, есть свободное время, на самом деле. Можем спокойненько себе пообщаться. Виктор там себе колдует над сковородочкой. Расскажи, пожалуйста, вот ты помнишь тот момент, когда ты от, скажем так, певицы начинающей переходила в певицы профессиональные? Когда начала писать первые песни. Как это все у тебя проходило? Ой, ты знаешь, на самом деле, ой, это очень сложный вопрос. Первые песни для меня писали. То есть, у меня большой минус в том, что я не пишу песни. Я так считаю. Но, тем не менее, знаешь, есть некоторые артисты, которые, они хорошие исполнители. Они умеют преподать, выйти на сцену, открыть дверь, значит, хорошо спеть, станцевать. А другие, они таланты от бога, что они пишут и все делают сами, то есть от начала до конца. Я из первой категории. И поэтому для меня писал первый композитор, с которым я начала работать, это Мариан Стырча, который после проекта талантов Молдстар, который в 2005 году у нас проводился в Кишиневе. Он доверил мне, да, и это был первый человек, который подарил мне свою песню. Это для меня на тот момент, ну и до сих пор в моих воспоминаниях, это очень важный момент, потому что я мечтала, чтобы у меня был свой репертуар. И так пошло дальше. И, слава богу, не могу пожаловаться. Материал музыкальный все время есть. Значит, насчет профессионализма. Здесь тоже есть что-то такое, что для меня важное. Вот я считаю, что на профессиональную часть я все-таки перешла в Россию. Когда я поняла, что, ну, из меня сделали попсовичку, потому что я попала на джазовиков, то есть музыканты, которые серьезно занимаются этим. То есть всегда считается, что джаз – это высший пилотаж? Джаз – это высший пилотаж, это мысль, это, да, это близко. Как опере, там мышление, то есть там мозг, не просто там спеть. Там даже если поешь, тихо спеть – это высшая математика в пении. И поэтому я очень многие вещи там поняла для себя. И, ну, как я считаю, что я там познала, что есть другой уровень, который я хочу постигать. И пусть, да, мне не 18, я скажу, что это очень важно, что я поняла, что я хочу учиться, что я хочу развиваться. И есть что развивать. Вот, и поэтому о профессионализме я говорю от 2013 года и туда. И туда, и уже вперед. Да. Я знаю, что ты, в принципе, в Краснодаре работала с достаточно именитыми коллективами. Расскажи, пожалуйста, об этих коллективах, потому что там действительно такие люди, которые составляют, наверное, джазовую элиту России. Да, а вообще в России джаз, ну, я вот недавно просто побывала в Москве на джазовом фестивале, усадьба называется. Там, я была на всех площадках, посмотрела, там джаза было достаточно мало. Все, забросил, все, вы портите, да? Ох, какая у нас полная. Вы поняли. Значит, что я скажу. Джаз – это не то, что пользуется, вау, каким большим успехом. В смысле, что это что-то наивысшее, и это не коммерция. Как музыка достаточно сложная. Да. В Краснодаре это направление очень развито. В смысле, там люди собираются джемиться. Там есть фестиваль джазовый. Я попрошу тебя пояснить нашим телезрителям, что такое джемиться. Джемиться – это называется тогда, когда музыканты приходят абсолютно без никакой оплаты. Для души в какое-нибудь там заведение играет джаз. То есть сборная такая солянка. То есть та самая импровизация, которая изначально составляет джаз. Абсолютная импровизация, без никакой репетиции. Приходит вокалист, вот я, например, мой педагог по вокалу. Разные музыканты из разных бендов, приезжие гости города. Они там собираются, играют, и, как говорим, мы джемятся. Вот. Это... Я влюбилась во все это. В Краснодаре проводится тоже фестиваль джазовый. Туда съезжаются именитые джазмены. Там проводится очень много разных мероприятий. Все это развивается активно. Вот. И я... Мне довелось поработать с музыкантами из горняновского биг-бенда. То есть в России там очень мало биг-бендов. Мне довелось пообщаться с руководителем Ейского. Там есть Ейск, твой город. Там тоже биг-бенд. С руководителем он говорит, тебе нужно пень джаз. У тебя голос джазовый. То есть надо иметь стальные нотки в голосе, хорошие. Да. Нужно мясо, нужно вот именно низа. И вот то, что я там получила, оно мне дало очень такие большие крылья, чтобы летать. Вот. Кстати, если позволишь, я тебя на секундочку перебью. Просто так, чтобы опять же наши телезрители понимали. Джаз очень сложный. Когда раньше детей специально еще в школьные годы водили на джазовые концерты, водили на оперу и так далее, для того, чтобы они развивались, да, было намного проще воспринимать такую музыку. Сейчас, к сожалению, воспитанием детей в этом направлении мало кто занимается. Я думаю, я буду прав, если я так скажу. Правильно? Здесь, может быть, так и есть. Там я замечала, что родители приводят, даже пусть это вечерние такие мероприятия, они водят своих детей в заведение где-то там, даже на Курино, да, дети, может быть, должны спать. Они приводят детей, чтобы те слушали джаз. И, в принципе, вот так вот с детства они начинают постигать. Да, это нормально. Поэтому люди добрые, если у вас есть шанс сводить детей на джазовые концерты, мероприятия, обязательно делайте это, потому что на будущее это вам будет хорошо. Пригодится. Кстати, опять же, если говорить о джазовых концертах, нам чесночок уже больше не понадобится. То есть это так. Я смотрю, да, она так в руках чистила, 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 потихонечку почистила, чистила, отложила ко мне. Кстати, если мы будем говорить о джазовых мероприятиях, я знаю, что у тебя в эту пятницу, 25 июля, прошло выступление в одном из заведений нашей столицы. Как прошло? Это не столица. Значит, с тех пор, как я приехала из России, это первое заведение, с которым я договорилась. То есть это в Камрате. Там построили заведение, где изначально мысль хозяев состоит в том, чтобы проводить там разные мероприятия для того, чтобы публика воспитывалась в духе живой музыки. То есть они туда приглашают музыкантов, которые играют живьем, джаз, всякие группы рок. И мы там выступали. Я очень счастлива, что мне удается то, что я там переняла, здесь воплощать. Мне очень хочется, чтобы мы собирались музыкантами молдавскими и джемились. Это прямо такая-такая маленькая, но я думаю, что реализуемая мечта, которую мы будем здесь в Кишиневе делать. То есть, в принципе, ты планируешь подключать огромное количество музыкантов и вот, собственно, собирать вот такие вечера джема. Я общаюсь с музыкантами, и я поняла, что люди стосковались. Поэтому даже, когда они слышат, о, джем, о, это круто. И поэтому мне очень хочется, вы придете к нам? На джем-сэшн? Я вам даже задание задам. Вот вы мне сейчас видите, хорошо подсказываете, а я вам скажу, какую песню выучите, вы придете, попоете у нас на джеме. Хотел бы я посмотреть, как они первые будут петь. Это я сразу скажу. Дело в том, что джем-сэшн будет сорван. Почему? Когда я пою, меня мой товарищ иногда просит спеть. Когда я пою для него, он понимает, что в жизни все-таки все хорошо. Есть прекрасные моменты. Да, и все, которые проблемы были у него, они уходят на второй план. Он понимает, что если вещи гораздо хуже его проблем, то есть, что... В принципе, дорогие друзья, так, чтобы вы понимали, по сравнению с вокалом Виктора, даже африканская лихорадка – это мелочи жизни. Вот, да, потому что обычно после того, как Виктор начинает петь, людей начинает бросать в пот. Это резкое повышение температуры. Крячутся в бомбе, в бежище, в подстоле. Пойдем нам что-нибудь, пожалуйста. Мне просто... Я не смогу спать этой ночью, если я не услышу, как вы поете. Да, но может быть не надо. У экранов могут быть маленькие дети. Должно сначала запипаться, а потом. Я потом спою. Вы не хотите опозориться на всю страну? Нет, почему? А вы знаете, это было бы ипично. Нет, пение моего настолько уникально, что это даже не позор, а некое достоинство. Но, тем не менее, каждый уже по-своему приносит пользу людям. Да, в принципе, вы знаете, крики морских котиков тоже уникальны. Да, так что... Но они рядом отдыхают, то есть, все-таки. Хорошо, Виктор. А сколько времени должна еще томиться капуточка? Ну, сколько отведено Богом и нами. На самом деле, мы можем уже залить молоко, залить сливки. Важно, тут важно, жирное молоко мы используем или, наоборот, меньше жирности? Да нет, в общем-то, проблем особых никаких нет. То есть, мы заливаем молоко, важно. Так, прошу вас, сливки. Соусные, 23-процентные. Соусные, да? Все-таки вы чему-то учитесь, вы прогрессируете, и это приятно. Виктор, под вашим-то руководством грех не прогрессирует. Так, что остается сделать с этим далее? Сколько оно еще должно томиться вот в таком своеобразном молочном соусе? Ну, минут 20. А за это время мы как раз-таки сделаем десерт. Я предлагаю к десерту вернуться после короткой рекламы. Будет это буквально через 1-2 минуты. Ну что ж, дорогие друзья, в эфире третья заключительная часть программы «Азбука вкуса». У нас уже практически готово наше жаркое. Пока вы, друзья, смотрели рекламу, да, она досыпала туда зеленый горошек. В принципе, Виктор, мы сегодня использовали консервированный зеленый горошек. Можно использовать также, наверное, все-таки и свежий. И если что, можно использовать зеленый замороженный горошек или зеленую фасоль замороженную. То есть тоже не проблема. В любом виде. В принципе, блюдо, которое готовить можно в любое время года. Что мы готовим далее? Что мы готовим далее? Мы готовим легкие десерты с персиков. Дима, у вас сегодня будет в полный рост возможность проявить свои кулинарные таланты. Я доверяю вам нажать на кнопку на блендере. А сейчас мы начинаем резать персики. И вы еще засыпите сахар. Я думаю, у вас получится. То есть, смотрите, весь десерт на мне, Виктор. Да. Но он еще пока не на вас. Когда мы будем его выкладывать, тогда он, может быть, теоретически окажется на вас тоже. Хоть какая-то часть его. Надеюсь, тебе уже это и останется. Дана, я вообще знаю, что как бы твой первый альбом, более не менее, был связан с кулинарией. Он же называется «Сэндвич Блюз». Какой-то информированный. А то. Расскажи, планируется ли работа над вторым альбомом? Как она будет идти? Какие планы? Слушай, вы что договорились со всеми журналистами? Это самый частый вопрос, который мне задают с тех пор, как я приехала. Это означает, что мне срочно нужно делать второй альбом. У меня давно существует, опять же, мысль эта. Но так как сейчас всем курирует интернет и всем руководит, всем миром интернет, да, то поэтому я думала, что, ну, не обязательно. Можно проскочить, да, без лишних затрат. Но думаю, что придется все-таки или найти компанию, которая будет этим заниматься, или вложить самой, хотя не очень хотелось бы, конечно. Но у меня есть материал, из чего я могла бы, конечно, сделать альбом. Я бы туда собрала все мои самые успешные песни, которые у меня проверены и Россией, да, и хиты, которые здесь, ну, люди полюбили. То есть альбом был бы, да, на ВВС? Не знаю, ты знаешь, вот в 2005 году будет 10 лет с тех пор, как я вообще вышла на сцену. Более так, профессионально, скажем, да. И поэтому, думаю, может быть, как-нибудь это связать что-нибудь с десятилеткой моей. В концерте какой-нибудь забавахать. Ну, да, да, но это однозначно будет не только, этот концерт будет состоять не только из моего творчества. То есть я туда обязательно что-нибудь интересное в направлении джаза обязательно закину. То есть, может быть, там в тот же концерт ставить джемсейшн, о котором мы говорили, да, как вариант? Ну, нет, джемсейшн это все-таки что-то такое более, не импровизация, да, скажем, но что-то такое, ну, не то, что неподготовленное. Ну, это другое, это не для концерта. Не для концерта, это все-таки для себя, для души. Нет, это все-таки для души. А концерт это что-то такое с идеей, то есть для меня важно, чтобы даже не настолько там, чтобы только музыка, а чтобы сам концерт содержал какую-нибудь идею, чтобы человек, уходя оттуда, он обогатился не только в плане искусства, но и что-нибудь от себя. Я была на концерте Лазарева в Ялте года два-три назад, и мне так понравилось, там у него были надписи всякие такие жизненные, всякие фразы. То, что вот, например, ты смотришь концерт, смотришь на певца, как он двигается, но это что-то большее. То есть ты берешь оттуда какие-нибудь там, не знаю, ты задумываешься. То есть для меня важно и вот это тоже. Хотелось бы внести какую-нибудь идею такую масштабную. Так, ну что ж, я тебя немного перебью, точнее перебью не я, а Буэнберг. Придется немного пошуметь, перемолоть персики. Так, ну вот мы и перемололи наши персики, если быть точным, нектарины. Каким образом мы будем сюда выкладывать? На дно савоярди, да? На дно печенье савоярди. Дима, кстати, вы будете у нас дипломированный блендеровключатель. То есть все-таки лицензию на это вы можете получить. Я думаю, что кроме этого, Виктор, после того, как вы постарались передать мне большую часть своих кулинарных талантов, я думаю, что я еще смогу грамотно ломать печенье савоярди. Ну, хоть и медленно, но учитесь, так что нормально. Через лет 10 начнете с чего-то большего. Перейдем к другим процедурам. Так, заливаем сюда, да, Пирс? Так вот, нет. Это у нас такой вариант смыли. Давайте шарик мороженого положим. Да. Еще. По шарику мороженого. Так, тут у меня уже более аккуратно я залил так, чтобы печенье не всплыли, потому что печеньки очень легкие, да, так и норовят поздняться. Да, да. По шарику мороженого. И я думаю, что все это мы в итоге украсим веточкой мяты. А кроме того, миндальной стружкой. Миндальной стружкой. Да. Так, где у нас мятка? Вообще, в идеале, конечно, хорошо бы персик охладить до ледяного состояния. Но поскольку у нас все-таки есть некоторая заданность студийная, мы будем есть это в таком виде. Ну, если, в общем-то, это, скажем, вариант смузи такого, это будет в ледяном виде, это вообще шикарно будет. Летний легкий десерт. Так. Ну, и вот так вот веточку мяты можно аккуратненько положить. Будет симпатично. Да. Ну, опять же, уже не первую передачу. Добавьте сюда, пожалуйста. Еще немножко, да? Да. Не первую передачу мы уже говорим о том, что блюда должны быть не только вкусными, но еще и красивыми. То есть радовать не только язык, но и глаз. Да. Так. Ну, вот так вот. Миндальную стружечку. Посыпаем прямо уже сверху, да? Да, да. Я так понимаю, что Дана это себе накладывает, так, чтобы побольше было. Нет, нет, там просто было меньше. Я хочу, чтобы было красиво. Так, посыпаем миндальной стружечкой. Да. И что делаем мы после этого? Собственно, начинаем дегустировать. Ну что ж, в принципе, все блюда у нас уже разложены. Пришло время пробовать. Начинаем, как всегда, с основного блюда. Да, украсим немножко петрушечкой, да? Для того, чтобы придать определенному армату. Так. Кроме петрушечки, что-нибудь из зелени, Виктор, посоветовали бы? Ну, если есть лишние доллары, то можно немножко долларов добавить. Прибавляя пикантости и вкуса. Дана, вот за такие едкие фразочки добавим Виктору петрушечки? Я не знаю, как ты его терпишь. Ему лучше перчику бы добавить. Остренького, да? Чили какой-нибудь. Там, чтобы, знаешь, глаза красные стали. Ну что ж, давайте попробуем, как у нас получилось. Дана, заметьте себе, он сказал молодому человеку. То есть симптоматичная говерка все-таки проболтался. Да. Дорогие телезрители, так, чтобы вы понимали, почему этого человека, который стоит справа от плиты, почему вот хочется его назвать уже почтенным в плане возраста, но не получается. Почему? Потому что вот этот вот человек, каждое утро, каждое пробегает по 10 километров. То есть расстояние, которое далеко не все молодые мужчины могут себе позволить. Ну, а то у Виктора как-то все это получается. За что честь и хвала, конечно. Потому что нежнейшее мясо. Сливочный вкус мне здесь очень нравится, если честно. Хотя, если люди добрые, вы делаете, мне кажется, что все-таки без зелени оно по-другому. Там другой вкус. Мне больше понравилось. Ну, в принципе, Виктор с высоты своего опыта посоветовал добавить петрушки, поэтому доверимся ему. Как-то вы купили, нужно же было употребить куда-то. Ну что ж, я предлагаю переходить к десерту. Попробуем, как получилось, как оно с мороженком будет сочетаться с мяткой. Я думаю, что будет очень вкусно. Так, пробуем. Ммм, персики хороши. Кстати, в персиках у нас было добавлено сливки. Да, немножко сливок мы добавили, для того, чтобы консистенция была немного нежнее. В принципе, очень вкусно, если вы наберете одной ложечкой и мороженка, и, собственно, сами персики, немного мяты и миндальной стружки, будет очень вкусно. И печенечку. Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу передачу. Огромное спасибо, Дана, тебе за то, что нашла время прийти к нам на программу. Спасибо вам за новый рецепт. Опять же, как сказал Виктор, за то, что блюдо в присутствии тебя начало играть новыми красками. Это его слова. Виктор, вам огромное спасибо за то, что пришли и поделились с нами хорошими рецептами. Ну, за такие это деньги. Ну что ж, дорогие друзья, с вами мы прощаемся ровно на одну неделю. До следующего воскресенья. Спонсор-показы телепередачи «Азбука вкуса» торговая марка «Ханса». Субтитры добавил DimaTorzok